Приветствую вас! Гипноз это такое средство, которое работает напрямую, зависит от гипсотезера. Формально гипноз может поменять мышление человека с негативного на позитивное. Да, он может это сделать. Но есть один нюанс, и нюанс довольно важный. Выключается этот нюанс в том, что изначальные негативные установки, которые были у человека, изначальные негативные установки, которые были у вас, они не пройдут. Или у человека, о котором вы говорите, они не пройдут. Потому что гипноз, он этого не уберет, к сожалению. Вот. Дальше, значит, гипноз может навредить. Гипноз может сделать так, что человеку действительно будет легче, человеку действительно будет испытывать какое-то облегчение, но при этом, при этом, у того же человека могут возникать приступы неожиданной грусти, приступы непонятной тоски, состояния неосознаваемой боли, например, и так далее. То есть, вот эти моменты, они никуда не денутся. И если мышление человека таково, что он мыслит негативно в церкви, то, соответственно, поменять это можно, только работая с негативными установками человека. Определяя их, пролабатывая их и занимаясь с ними. Вот только так можно поменять мышление человека. Если мы хотим это сделать мягко, естественно, правильно, адекватно, ну и так далее. А гипноз – это как сильно действующее средство. Может помочь, а может и нет. Может только навредить. Поэтому использовать его лично я рекомендую очень осторонно. Только если другие виды работы, например, психиатропея, да, не помогло человеку. Вообще, перед гипнозом обязательно рекомендовал бы пройти хотя бы, знаете, несколько месяцев курса работы с психологом. Почему несколько месяцев? Потому что, как бы, негативные установки, ошибочные установки, их, ну, так вот сразу, за маленькое количество времени, их не получится переформатировать. Это работа. И работа достаточно серьезная, достаточно напряженная, требующая от человека собственного желания что-то менять. Поэтому, думаю, что так. Это необходимо. Начиная вот именно, ну, с первых моментов, да, начиная именно, вот, начиная, так сказать, с легких форм, да, от безопасности. А гипноз это уже, в крайнем случае, если уж совсем будет плохо и совсем ничего не будет помогать. Но, нужно понимать, что, ну, как бы, вероятность того, вот, вероятность того, что вам не поможет ничего, она, на самом деле, очень маленькая, эта вероятность. И на нее рассчитывать я бы не стал. Здесь, конечно, многое зависит от психолога, но, тем не менее. На этом все. Пожалуй, надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы остались, буду рад помочь. Пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.